Черкесский прошел второй этап соревнований по плаванию среди сотрудников главных управлений МЧС России субъектов СКФО. Спортсменов принял в современный бассейн Северокавказской гуманитарно-технологической академии. Чемпионов и призеров заплыва ожидали дипломы и призы. Подробности расскажет Мурат Жанкезов. В начале мероприятия состоялся торжественный митинг, на котором участников состязаний приветствовал исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Помогайба. Выступившие пожелали участникам спортивного азарта и воли к победе. А учащиеся колледжа культуры и искусств имени Даурова показали красивый национальный танец. Сотрудники МЧС, учитывая сложности при выполнении, не сложности, а особенности выполнения задач по спасению людей, должны быть постоянно в хорошей физической форме. И любые виды соревнований по любым видам спорта в том числе подтверждают наличие этой физической формы и способность сотрудников МЧС выполнять задачи даже в сложных условиях. Поэтому эти соревнования играют немалую роль в деятельности наших сотрудников. В соревнованиях приняли участие как мужчины, так и девушки. Способ плавания был определен вольным стилем, а дистанция 100 метров, а также командная эстафета среди мужчин 4 по 50 метров. Каждый год выступаю на соревнованиях по плаванию за Ставропольский край МЧС. И постоянно хожу на тренировке, поддерживаю здоровье, слежу за своим телом и духом. Ребята подготовлены очень довольно-таки отлично, молодцы. И в их нелегкой работе этот навык просто необходим. Вот, хорошо уметь плавать. Мастерство плавцов оценится по технике, проплыванию дистанции. Ну, естественно, если хорошая техника, значит и время показывает пловец очень хороший. Победители были определены по лучшему результату, показанному на каждой дистанции. Команда главного управления МЧС России по Ставропольскому краю одержала уверенную победу среди всех участников. На втором месте МЧСники Карачаева-Черкесии и на третьем Северной Осетии Алания. Мурат Шинтезов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия.